Присаживайтесь, рада быть здесь, прям вот безмерно, прям вот я не знаю, есть ли такое слово, насколько я рада здесь быть, но это слово, вот это оно, если вы найдете его в словаре. В общем, для меня Нижнегородская церковь, это моя родная по духу также церковь, у меня есть еще одна церковь, которая родила меня в духе, в вере, это церковь на крайнем севере, в городе Ноябрьск, но здесь церковь, она особенная, потому что, когда я отдам в этот город, мне было 17 лет, я когда думаю об этом, что в июне этого года будет 20 лет назад я приехала в Нижнегород, мне казалось, что таких цифр в отношении меня вообще не существует, 20 лет назад, но я стараюсь об этом не думать, потому что как-то время очень быстро бежит, и время как-то так вот двигается и развивается, и вообще слава Богу, да, и вы знаете, большая честь и привилегия служить здесь, делиться словом Божьим, и спасибо, и даю вам привет от нашей церкви в городе Москва, дорогие, мы вас любим, мы всегда молимся за Нижегородскую церковь, всегда с вами во всех молитвах, событиях, мероприятиях, поэтому, может быть, мы находимся территориально в другом городе, но в духе мы стараемся как-то быть вместе, поэтому, Аллилуйя, Иисус живой! И то, о чем я хотела бы сегодня поговорить, поделиться с вами, верю, что это Господь говорит к нам, ко всем, я нисколько не выделяю, что вот это к вам, а вот ко мне нет, вот я вот буду вам сейчас говорить, меня это не касается, абсолютно касается меня в том числе, и верю, что Бог дал это слово, я уже на первом служении делилась им, просто для нас, для наших сердец, и мое послание называется «Подражайте Богу», подражайте Богу, кто-то может сказать, как банально, никакой изюминки в названии, вы знаете, я уже давно поняла, что все идеально и просто, иногда нам хочется искать где-то что-то такое уникальное, где этого нет, и Библия, она очень простая, Библия очень понятная, и Слово Божие, оно простое, актуальное и понятное, нам не нужно искать вот так вот его, да, нужно просто открыть и читать его, и на самом деле это такой посыл, который дает апостол Павел, это не мой посыл, друзья, это не я вам говорю, подражайте Богу, это апостол Павел, это Бог говорит в наши сердца, и я хотела бы, чтобы мы сразу открыли с вами первое место Писания, оно основное сегодня, и оно как раз является местом Писания на тему месяца, вы знаете, какая тема месяца в церкви? Ну так не честно, вот вот все сейчас вот в церкви, в современном мире для того, чтобы вот все было просто, я как раз сегодня об этом тоже буду говорить, вот все у вас, все вот раз, и все выскочило, а на самом деле, знаете, вы поразмыслили об этом, почитали об этом, открыли местописание согласно этой теме, между прочим, мы в Москве двигаемся согласно этим темам месяца точно так же, мы говорим об этом, мы проповедуем об этом, мы молимся об этом, и я сегодня буду говорить в разрезе темы месяца, поэтому я вдохновляю вас. Итак, послание Ефесянам, 5 глава, 1-2 стих, 1-2 стих Павел пишет, «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухании приятное». Итак, важно понять и осознать, да, нам увидеть, что, во-первых, Павел, он обращается к церкви, он не говорит просто к людям, которые находятся за пределами церкви, просто к каким-то людям, которые не знают Бога, но он говорит тем людям, которые называют себя верующими, он говорит тем людям, которые называют себя христианами. Такое гордое название «Я христианин», да, и он говорит, друзья, он начинает свое послание в этой главе с того, что он четко начинает просто говорить «Подражайте Богу». Кому подражаете? «Подражайте Богу». Вы знаете, наше современное общество, наш современный мир сейчас заточен на вот этот культ подражания. Я думаю, вы согласитесь со мной всецело. Все, что происходит сейчас в мире, это подражание кому-то или чему-то. Взять всем известные социальные сети, да, кто-то о них по-разному отзывается, кто-то ярый противник социальных сетей, кто-то полностью погружен в эти социальные сети. Но я сейчас не хотела бы об этом говорить, просто сам факт, что мы ищем людей, даже слово там такое стоит, за которыми ты следуешь, да, ты следуешь за этими людьми. Ты смотришь их сторисы, ты смотришь их посты, ты читаешь их высказывания, и это отражается на тебя. И тебе уже хочется не свою жизнь жить, а жить жизнь этого человека. Такая же машина, такая же квартира, такие же бренды одежды. Я хочу полететь на Мальдивы. Почему? Потому что этот блогер туда слетал. Потому что это сейчас самое модное место. Ну, сейчас оно еще открыто просто для посещения, да. В наши дни немножко другая реальность, да, или еще что-то. И этот образ начинает тебя захватывать всецело. Ты вообще не понимаешь, что хорошо, что плохо, что несет этот человек. Причем мы должны давать себе отчет о том, что 99% того, что транслируется социальными сетями, это неправда. То есть это не истина, да. И даже верующие люди, которые двигаются через социальные сети, они тоже не всегда как-то так какие-то вещи понятны или естественно рассказывают, да. Но, друзья, Павел говорит, мы не должны подражать человеку. Неважно, в церкви этот человек, в мире этот человек, в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВКонтакте, на Ютюбе. Вообще не важно, где этот человек находится. Пусть он самый известный миллиардер, самый успешный коуч или еще кто-то. Наша с вами суть, как верующих, заключается в том, что мы подражаем кому? Богу. Скажи Богу. Успите. Кто-то смотрит на меня и думает, что я, кто это, что она здесь делает. Друзья, Богу. Богу мы должны подражать, слышишь? Богу. Это то откровение, которое я хочу, чтобы мы сегодня с вами пережили. Потому что когда, знаете, стираются эти грани, уходит эта реальность, все начинается ломаться. Происходит сбой файлов, сбой системы. Именно поэтому наша молодежь, она вообще не видит ориентиров, потому что этих ориентиров слишком много. И они не истинны. Единственный ориентир в нашей жизни, в жизни любого человека, молодого, пожилого, неважно какого, это Иисус Христос. Скажите, они истинны. И вы знаете, мы как верующие, мы должны понимать, что мы с вами являемся естеством Христа. Мы даже называемся так, христиане. Христиане. Даже в нашем названии есть суть Христа. Слышите? Суть Христа. И интересно, что он не всегда название соответствует тому, что наполняет. Это знаете, иногда ты приходишь, допустим, например, на кухню пришел, у тебя написано оливковое, неважно, да, масло. И ты берешь это масло и хочешь налить его на сковородку, чтобы пожарить что-то. Ты льешь его туда, а там уксус. Во-первых, ну, огонь происходит такой. У тебя не состыковка этих файлов. Масло же написано, масло. В общем, там уксус. Вы знаете, наша жизнь иногда такая же. Вот иногда такая же. Христиане. А внутри не христианство. А внутри и подобие Бога. Друзья, чем тогда мы вообще отличаемся от этого мира? Почему мы названы христианами? Мы не названы люди, которые верят в Иисуса Христа. Или просто люди, которые идут на небеса. Можно же было так сказать. Мы христиане. Потому что наша суть, она христова. Скажите аминь. Наша суть, она христова. Вы знаете, можно обсуждать. Много на эту тему себя где-то что-то оправдывать. Искать какие-то аргументы. Но, вы знаете, каждому из нас важно быть честным. Прежде всего, с самим собой. Какое твое естество? Если ты христианин. И у тебя внутри нет Христа. То либо вывеску нужно поменять. Либо внутренность. Может быть, это жестко, друзья. Может быть, это не так лелеет сейчас слух. Но мы с вами рождены во Христе. Мы с вами те люди, которые являются частью Бога. И в Писании нам подражаете Христу. И вы знаете, чему мы должны подражать? В чем суть христианства? Вот о Христе, об Иисусе Христе можно говорить много. Абсолютно много. Можно рассказывать, кто Он Сын Божий. Что Он пришел на землю. Что Он пришел для того, чтобы умереть за грешников. На третий день воскрес. Скоро Пасха. Прекрасные события. Чтобы об этом сказать. Но если коротко вообще сформулировать суть жизни и суть вообще Христа. То я думаю, что это будет звучать примерно так. Любовь через жертвенность. Любовь через жертвенность. Все, что делал Христос здесь, на земле. Это была любовь через жертвенность. И давайте откроем с вами несколько мест писания. Мы зачитаем это. Это Евреям 12 глава 2 стих. Написано. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Писание говорит, что в принципе это Христу была уготована радость. То есть Он должен был обитать на небесах. Он и обитал на небесах. Но Слово Божие говорит, что Он претерпел. Он смирился. Он принял эту жертвенность. Осознанно Он понял, что Его любовь к человеку, она может явиться только через жертву. Только через то, что Он жертвует своей жизнью за человечество. И вы знаете, вот здесь, в этом месте Писания, очень четко прослеживается Божественный закон. Сначала Христос был на небесах. Потом Он смирился. Он умер на кресте. И потом Он снова воссел одесну Бога. Вы знаете, нам кажется, что когда мы приносим жертвенность в нашей жизни, мы чем-то жертвуем ради Бога, я буду дальше об этом говорить, что это всегда будет только вот так, как Христос на земле, когда Ему пришлось смириться. Но, друзья, Божественный принцип, Божественный закон заключается в том, что однажды Бог вознесет тебя. Однажды Бог благословит. Аминь. Филиппийцам 2 глава 6-8 стих. Давайте сочетаем с вами тоже это место Писания. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти креста. Друзья, вся суть служения Христа, вся суть вообще жизни Бога – это жертвенность. Жертвенность через любовь. И вот когда апостол обращается к нам и говорит, подражайте Богу, будьте как Он, мы должны с вами осознавать, что мы с вами должны являть в своей жизни эту жертвенность через любовь. Ее невозможно явить без любви. Точнее, возможно, но она приводит к религии. Вы знаете, так много людей в разных религиях, они пытаются дойти до Бога, достучаться до Бога через жертву. Через самопожертвование. Но это приводит к чему? К религии. Люди уничижают себя и ничего не получают заметно. Почему? Потому что нет любви. Потому что они не любят Бога. Они не любят того, кому они приносят эту жертву в своей жизни. Возможно, сейчас для вас это звучит немножко где-то радикально, где-то непонятно. Но, друзья, это сердце Иисуса Христа. Слышите? Сердце Иисуса Христа. И вот когда мы с вами переживаем Его в свою жизнь, принимаем Его в свою жизнь, переживаем Его любовь, действительно переживаем отношения с Ним, мы уже не можем быть такими же, как прежде. Мы уже не можем стать другими. Нам нужно стремиться к этому. Слышите, друзья? Интересно, что вообще современное общество и наше время, оно диктует нам абсолютно другие принципы, абсолютно другие стандарты. Все, о чем говорят нам социальные сети, журналы и так далее, и тому подобное, это не жертвенность, а эгоизм. Это я мне мое. Это мое саморазвитие. Это моя реализация. Это мои желания. И вы знаете, что это естественным путем проникает и в церковь. Реально проникает и в церковь. Вы знаете, как я могу одним словом охарактеризовать современное христианство? Удобное. Наше современное христианство, оно удобное. Я прихожу в церковь тогда, когда мне удобно. Я иду на домашнюю группу, когда мне удобно. И Богу я встану, помолюсь тогда, когда мне как? Удобно. Да? И к лидеру, может быть, я приду, когда мне удобно. И признаюсь, я в чем вообще другом. Она непроудобна. Слышите? Вообще непроудобна. Слово Божие, истина Божия, она в другом. В другом. Вот это удобно, оно полностью разрушает наши настоящие отношения с Богом. Это удобно разрушает семьи. Это удобно разрушает церкви. Это удобно разрушает настоящую христианскую веру. Им было абсолютно неудобно. Но то, что они делали, то, что они несли, это потрясло вообще весь мир. Не в этом ли наше христианство должно быть? Не в этом ли мы как верующие? Знаешь, мы занимаем такую позицию, ну, особенно, знаете, ну, я уже давно в церкви. Ну, и я давно в церкви. Вот меня этим не удивишь. Простите, конечно, описывала, как она объясняла одной девушке, кто такая я. Вы знаете, иногда я реально ловлю себя на мысли, когда меня спрашивают, а сколько лет ты в Боге? Мне неудобно говорить. Вот просто неудобно. Потому что, во-первых, я уже не считаю это давно. Во-вторых, ну, послушайте, вообще не важно, что вот твой возраст во Христе, он как-то меняет Писание, меняет истину Божию в твоей жизни. Да вообще никак. Вот наша задача веру сохранить, течение совершить. Слышите? Эту истину нести чисто, достойно и быть примером для других людей. Слышите? Те, кто долго в Боге, мамонты выходят. Мы не должны, это не должно быть оправданием для нас. Знаете, мы настолько прекрасно находим в себе много аргументов и оправданий. Вообще для вот этого удобно в нашей жизни. Мы даже Писание под это устраиваем. Ну, все нормально. Все, написано же, все мне позволительно. Ну да, не все полезно. Ну ладно, я сам выбираю, что полезно, что не полезно. Да послушайте, фокус вообще должен быть о другом. Библия, она вообще о другом. Христианство, оно вообще про другое. Слышите, друзья, вообще про другое. И именно поэтому мы имеем то, что мы имеем сейчас в нашей стране, в нашем обществе, в наших церквях. Интересно, что когда приходят разрушения в какие-то нации, почитайте Писание. Бог не обращается к этим нациям. Он обращается, он обращается к своему народу. Он говорит, слушай, ты что-то это уже все попутал. Смирись, народ мой смирится, да, как написано в Писании. Что развращение приходит, но он обращается и говорит, что послушай, когда ты смиришься, церковь придет в правильную позицию, тогда и общество изменится. Мы можем 300 раз кричать о том, какой хороший или плохой правитель, какая обстановка, какая атмосфера, как тяжело жить, как все просто или непросто. Друзья, ну, Бог, Он вообще о другом, вообще о другом, слышите, церковь? Бог, Он вообще о другом. Наше христие должно быть не только вывеской, слышите? Не только вывеской. Суть, суть Христа должна жить внутри нас. А прежде всего, это жертвенность через любовь. Жертвенность через любовь. Вера в Бога – это неудобно. Почему? Да потому что твоя плоть не хочет верить в Бога. Обстоятельства не хотят, чтобы ты верил в Бога. Люди рядом могут говорить, что не хотят, чтобы ты верил в Бога. Но это не отнимает твою веру, это не отнимает твоих принципов, это не отнимает твоих отношений с Богом. Скажите аминь на это. Поэтому, друзья, прям так важно, чтобы естество Христа, оно действительно было в нас. И вот это понятие жертвенности, оно меняет все. Вы знаете, реально меняет все. Когда ты начинаешь мысли другими категориями, эгоизмом, неудобностью, вот мне удобно, поэтому я это делаю. И мы, знаешь, уже выстраиваем такую целую инфраструктуру вокруг себя, когда тебе все удобно. Ну, я реально иногда задумываюсь и понимаю, что классно, конечно, было первым апостолом. Мы читаем, мы такие вдохновленные. Вот они вышли на площадь, проповедовали, три тысячи человек богатых. Бог ежедневно прилагал спасаемых в церковь. Вот были такие чудеса, такие знамения. И я смотрю на их жизнь, потому что они и были другие. Слышите? Они и были другие. И часто можно слышать, знаете, какой аргумент? Ну, времена уже другие. Времена не девяностые. То ли в девяностых было, когда ты вышел у метро с гитаркой попел, и все люди покаялись. Или еще что-то. Или вот у апостолов были другие времена. Друзья, времена, может быть, и другие. А Бог, Он тот же. И Слово Божие вчера, сегодня, вовеки точно так же, тоже. Слышите? Почему мы начинаем сами себя оправдывать какими-то аргументами? Времена... Не было детей, я была не замужем. Вот я могла служить Богу. А сейчас у меня дети, у меня семья. Извольте, да? Друзья, ну, Господь, Он вообще другими категориями у нас. Абсолютно другими. Потому что это состояние сердца. Аминь. Состояние сердца. Итак, как я уже сказала, откуда приходит это состояние жертвенности? Вы видите, пожалуйста, на экран, это вот местописание основное по Ефесянам, 5 глава, 2 стих. Чтобы я его не открывала. Как раз здесь, это все, а вот здесь, живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу благоуханное и приятное. Итак, Слово Божие очень четко говорит, именно благодаря отношениям, любви в твою жизнь приходится, друзья, жертвенность приходит благодаря любви. Когда ты любишь человека, ты готов. Готов. Прям и точки, и романтика, и ночь, и не ночь, ты по 5 часов на телефоне. Почему? Любовь. Любовь. Слышите, друзья? То же самое и с Богом. Когда мы приходим в церковь, нас накрывают эти чувства любви, чувства таких переживаний. И мы, а-а-а, молитва я, проповедь я, домашка я, служение на корне голодной я, 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 я. И все, и тебе все я. А потом проходит время, опыт, время не то, знания уже другие и так далее. И тому подобное. Любовь-то она не перестает, писание на Бога-то говорится. Скажите, аминь. Любовь не перестает. Куда делась твоя любовь к Богу? Вопрос. Куда она делась? Куда? Значит, жизнь должна быть соответственной. Аминь. Итак, я хотела бы посмотреть несколько моментов, где нам важно проявлять жертвенность. И первое, это, конечно же, отношение с Богом. Отношение с Богом. Вы знаете, мы должны понимать, во-первых, что отношение это всегда жертвенность. Невозможно так, что ты вот даже общаешься с друзьями, с супругом, и тебе никогда ничем не приходится жертвовать, да, там, смиряться где-то, где-то прощать и так далее и тому подобное. Отношение это всегда жертвенность. Ну, согласитесь со мной, скажите, аминь. Аминь. Отношение всегда жертвенность. Вот отношение с Богом точно так же. Потому что мы даже отношение с Богом выстраиваем так, что нам все удобно. Все удобно. Мы уже привыкли. Ну, неудобно нам в 7 утра подключаться в зуме на молитву, допустим. Ну, неудобно. Слушайте, но нам тоже неудобно. Мы вообще в Москве живем, у нас в другой графе. Мы как-то решили церковь, и мы подключаемся. И, знаете, Господь, Он благословляет. И мне всегда нравится слушать людей, которые начинают мне рассказывать о том, сколько у них дел и забот, чтобы вот просто в церковь не прийти или там не помолиться. Я слушаю, и я думаю, ну, конечно, у меня вообще нет еврегизма. Вот у меня вообще, вообще ничего нет. У меня нет троих детей, у меня нет мужа, у меня нет церкви служения, домашней группы, у меня нет работы, у меня вообще ничего нет. Я просто с утра до вечера молюсь Богу. И когда-то у людей складывается такое впечатление, что я вот с утра до вечера молюсь. Друзья, для любого человека это жертва. Для меня это жертва в 7 утра молиться. Потому что я встаю, я собираю ребенка в школу, я собираюсь на работу. Но я понимаю, что это классно, это здорово. Знаете почему? Потому что молитвы никогда не бывает много. Я сегодня на эфире об этом говорила. Ее всегда бывает мало. Можно сказать, ну мы уже молились, что там такого. Друзья, вы знаете, как Бог работает вообще с нашими сердцами, с атмосферой церкви, со всем. Когда мы в единстве начинаем делать такие вещи, как молитва, вся церковь. Это так здорово. Поэтому я вдохновляю вас. Если вы еще не участвуете в этой молитве, обязательно начните участвовать. Потому что это жертва в отношениях с Богом. Это жертва, когда ты действительно можешь отдать что-то от своей жизни и сказать Богу, я тебя люблю. И Бог обязательно благословит. Может быть это время поста. Может быть это время служения. Может быть это время еще каких-то дел, которые Господь тебе открывает. Но мы должны вырабатывать в отношениях с Богом эту жертвенность. Вы знаете, нам сегодня важно посмотреть реально в каждое сердце, в каждом своем сердце. И понять, наше отношение с Богом сейчас, это отношение комфорта и удобности, когда ты просто вот уже, тебе все хорошо, или ты понимаешь, что ты где-то можешь прилагать усилия для того, чтобы больше узнать Бога, еще больше услышать Его Слово, еще больше проявить Ему свою любовь. И если это только удобно и комфортно, то надо что-то менять. Надо что-то менять. Нужно задуматься, кто ты на самом деле, как я уже сказала. Либо вывеску сменить, либо суть поменять. Не нужно никому, знаете, людям не нужны фасады. Слишком много этих фасадов. Их реально очень много. От них устаешь. Нужна истина. Слышите? Этому миру нам с вами нужна истина. А истина будет тогда, когда ты будешь истинен собой, истинен с Богом и стоять на Божьей истине. Несмотря ни на что. Даже если все тебе будут говорить, это уже не важно, это уже не модно, так уже никто не верит, так уже никто не проповедует. Да все равно, Писание, если учит об этом, ты должен стоять только на Слове Божьем. Вы знаете, друзья, только отношения с Богом, личные отношения с Богом, они позволят тебе сохранить свою веру через годы. Скажите, аминь на это. Однажды в жизни каждого человека наступает или наступит момент, когда ты останешься с Богом один на один. Не будет твоей прекрасной церкви, не будет домашней группы, не будет лидера, который тебя постоянно мотивирует и тыркает, и говорит, как тебе быть. Не будет пастора, который за тебя поволится. Не приедет никакой спикер на конференцию, не вдохновит тебя Словом. Ты просто останешься один, не будет никого. И именно в такие моменты проявляется твоя вера. Именно в такие моменты приходит понимание того, есть у тебя отношения с Богом или их нет. Вы знаете, когда я приехала в Нижний Новгород, как я уже сказала, 20 лет назад, мне было 17 лет, я приехала из маленького провинциального северного города, который находится 3000 километров от Нижнего Новгорода. Город небольшой. И знаешь, когда приезжаешь в такой большой город, крышу сносят, простите за это выражение, реальность сносят. От размеров, от количества людей, моментов, которые тебе были просто недоступны, потому что их нет в маленьких городах. И вот сейчас в Москве то же самое происходит. Так много людей, которые приезжают в Москву верующие, и они уходят от Бога. Почему? Потому что тебя начинают предлагать слишком много. И вопрос встает только в том, что есть у тебя личные отношения с Богом или нет. И вы знаете, в тот момент я поняла, что сейчас нет моего пастора, моего лидера. Я не знаю, я все хочу, реально все, что хочу. Я никто не видит. Потому что часто на что-то сдерживает, когда мы думаем, ну вот на меня же смотрят, вот что-то меня же оцелят. Я как могу, тут же пастор, я же не могу матом ругаться. Да, простите за тобой, но действительно, это так, когда нет людей, которые тебя знают, тебя вообще никто не знает. Ты можешь быть кем угодно, знаете, распяли тебя как хочешь, но будешь только тем, кем ты есть на самом деле. Поэтому только моя личная вера в Бога, она помогла мне остаться с Богом. Она помогла не приеме, а продолжать верить в Богу. Потому что эти искушения, они точно так же приходили в мою жизнь. Некоторые люди вообще думают, что я, знаете, как это, ни с чем не сталкиваюсь, никаких проблем нет, никаких грехов меня вообще не атакуют. Все было абсолютно. Молодежь, тусовки, клубы и так далее и тому подобное. Это все стучалось в мое сердце, в мою жизнь, но я реально понимала, что я знаю Бога, и я не хочу его терять. Вот не хочу. Почему? Люблю я этим. Люблю, да. Друзья, нам нужно влюбиться в Бога. Да не в себя, не в свою значимость, а в Бога. Чтобы Он стал личностью в нашей жизни. Тогда все будет нормально. Даже если ты будешь падать, даже если ты будешь ошибаться, Бог поднимет тебя. Он обратил на твою падение во славу свою. Скажите аминь на этом. Поэтому отношение с Богом, это то, на чем мы должны работать, трудиться и прилагать к этому усилию. Усилий и жертвовать в этом. Временем и посвящением. Скажи аминь. Второе, вторая сфера, которая важна в нашей жертвенности, это отношение в нашей семье. Друзья, отношение в семье. Потому что вот это понимание удобно, оно настолько проникло и в семьи, в отношениях между мужем и женой, в отношениях между детьми и родителями. Мы как будто, знаете, уже сейчас вообще, как я уже сказала, со всех экранов телевизора, социальных сетей, все кричит о том, что ты должен знать свое место. Ну, не в правильном понимании этого слова, в негативном, да? Вот это я, мне мое, я хочу, я расстою. Да, может быть и достоин, но не так. Но не с таким сердцем, не с таким отношением. Когда ты будешь проявлять жертвенность в отношении другого человека, ты обязательно пожнешь эту же жертвенность в отношении себя. Скажите аминь. Она никогда не оставит равнодушник. Ну, не оставит она равнодушник. Ну, вот не оставит. Вот я сейчас, допустим, приехала сюда, в Нижний Новгород, у меня дома. Муж остался с тремя детьми. Младшему год и десять. Сегодня он еще проповедует в церкви в два часа. Друзья, я реально понимаю, что это жертва. Для меня жертва и для него жертва. И я сегодня, понимаете, уже раз сто об этом со сцены сказала в первом служении, в личном. И вообще спасибо моему мужу за это. Не оставляя жертву равнодушник. Я не могу сказать, ну, остался молодец. Так и надо. А я поеду по поведению. Нет. Нет. Если бы он сказал мне нет, потому что я не могу сюда самовольно приехать. Я замуж. У меня есть супруг. Я спросила его, могу ли я сюда приехать, когда меня пригласили. Я бы не приехала. Но он позволил. И я сегодня здесь. Вы знаете, это жертвенность. И она не оставляет равнодушник. Поэтому, если ты понимаешь, что что-то в твоей семье не то в отношении детей, в отношении супругов, просто подумай о жертвенности. Подумай о своем отношении. О жертвенности через ночь. Аминь. Следующая сфера, где важно, это отношение в церкви. Отношение в церкви. И ты знаешь, очень нам нравится, в принципе, применять в жертвенности, где-то что-то делать везде. И даже проще за пределами церкви. Но только не в церкви. Почему-то как-то нам так вот кажется, что церковь она и тут недостойна. И наши люди в церкви, которые нас окружают, они и так сойдут. Но смотрите, давайте прочитаем с вами Галатом, 6 глава, 10 стих. Написано. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. А наипаче кому? Кому? Своим поверье. Слово кому? Своим поверье. Друзья, мы с вами свои поверье. Повернись к соседу и скажи, ты мой поверье. Мы свои поверье. Своим поверье. И Писание говорит, классно, что мы делаем добро всем. Но прежде мы должны его делать кому? Своим поверье. А знаете почему? Потому что Слово Божье очень четко говорит, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Потому что мир смотрит на нас. Потому что общество смотрит на верующих людей и думает, если они в церкви так поступают. Я не хочу в такую церковь. Друзья, слышите? Но мы не такие. Мы другие. Мы должны, мы именно через любовь. Когда ты понимаешь, что Бог касается твоего сердца, ты не можешь просто так сразлично смотреть на тех людей, которые рядом с тобой в церкви. Поэтому я познавляю вас сегодня. Обратите внимание на своих поверьях. Может быть, вы просто скажете им несколько слов. Может быть, вы обнимите, если вы посмотрите. Может быть, вы даже поможете чем-то практически. Но проявите жертвенность, проявите терзновение в том, чтобы являть любовь своим поверью. Скажите аминь. И последняя сфера, где нам важно проявлять жертвенность через любовь, я назвала ее так «Отношение с другими людьми». Я осознанно сказала так и написала, и выделила с другими людьми. Не с людьми мирскими, не с грешниками. Другие люди – это те люди, которые находятся за пределами церкви. Вы знаете, иногда мы занимаем такую позицию, что мы вот в церкви, у нас свое общество, а люди там – это грешники, это мирские. Друзья, Писание нам вообще не говорит о том, чтобы мы не общались с мирскими людьми. Писание нам говорит о том, чтобы мы не жили принципами этого мира. Слышите? Еще раз повторю. Бог не говорит нам не общаться с мирскими людьми. Но Он говорит нам не жить принципами этого мира. Мы настолько, знаете, за годы в церкви, в служении, в общении, мы настолько оградили себя только верующими людьми. Мы просто закрылись. Вот выстроили все в своей жизни, что нас окружают только верующие люди. У нас верующие семьи, и слава Богу. У нас зачастую верующие работы христианские, где окружают нас верующие люди. У нас общение и друзья – все только верующие. И это неплохо, но должны быть еще и другие люди. Должны быть еще и другие люди. Почему? Потому что сердце Бога, оно в том, чтобы каждый человек был спасен. И все это.